Откуда ли-ка скупость? Откуда? Тебе уже в третий день говорят, уже все говорят, что ты скупой человек. Я говорю о семейном бюджете. Ещё раз говорю, мне плевать то, как говорит здесь. Я своей жене предлагаю семейный бюджет. Так я это не принимаю, услышь меня. Я не соглашаюсь с этим, меня это не устраивает. Ну хорошо, я тебя услышал, всё. Что всё ты услышал? Да, это жесть, просто, просто жесть. Короче, Оля хочет как? Да всё он понимает, он просто не хочет с этим соглашаться. Я слышу, как Оля хочет, потому что на протяжении всего времени, как Оля хочет здесь всё. Ну всё, значит живите, чёрт, чёрт уже. А как муж что хочет? Как вот мы, как семья хотим? Мы не можем. Сестру послушаем. Всё, живите так, как живите. Ты говоришь, интераторишь. У вас есть общая из вашей семьи, у вас общая, только дочь. Всё, живите так. Всё, что у вас будет разное. Это жесть. У вас это общая, это только просто. Мне это не устраивает, Алён. Не кричи, это наш ребёнок, а не только мой. Это наш ребёнок. Так мы две девочки, я девочка. Я девочка, девушка. Это наш ребёнок, ещё раз. Это наш ребёнок. Нам двоим поднимать на ноги, нам дядя Петя не помогут. Что вы этого ребёнка делите, господи? Это ваш ребёнок. Это наш ребёнок. Это все знают. Это все знают. Просто она единственная хочет, чтобы ты какую-то часть выдели жене своей. Жене просто выдели какую-то часть. Вот что она просто хочет. Я слышу, что она хочет. Да, всё. Я слышу, что она хочет. Я слышу. Но то, что я хочу, она не слышит. Для неё это табу, понимаете? Сажи стоит. Я готова. Опять же, но опять я. А мне муж для чего? Ни в коем случае. Выдели нам сумму с ребёнком, ёкарный баба, ёкаросатэ. Ещё раз говорю. Подожди, стоп. А ты можешь вот так? Я полгода молчала, года молчала. И я молчу, очень много. Что ты молчишь, нахал? Давай делись с нами. В смысле с нами делись? Это моя семья. В смысле делись? Я говорю, делись с нами. В смысле делись? А ты делишься со мной чем-нибудь? Что, вообще что ли? Ты вообще в себе? Я прошу что-то. Нет. Ещё раз говорю. Говорю сейчас элементарно. Мы должны. Подожди. Мои рекламные, которые тоже на дочке. Я даже с тобой делиться? Это тоже и мои. Так же. Так же. Я говорю, ты добычек мужчина в семье, блин. Делись с нами. Оля, прекращай так со мной разговаривать. Я уже не знаю просто. Уважай. Уважай. Как тебя попросить? Я уже вежливо с тобой. Я уже не знаю. Пожёстче с тобой надо. Оля, какой пожёстче. Ещё раз говорю. Да с тобой так и так. Никак нельзя договориться. Я так же так и так. Уже просто конкретно говорю. Семейный бюджет, смотри, мы составляем. Она не хочет. Подожди. Да не хочу. Я так меня это не устраиваю. Ну живите тогда всё со своими деньгами. Всё. Что за бред, блин, вот это? Всё. Просто, Оля. Что за бред? Жадина, говядина, пустая шоколадина. Оля, тихо. Всё. И живите. Нет, да так жить тогда не получится жить. Татьяна Нина. Ну вы, так живите. Смотрите. Нет, Татьяна Нина. Тогда я понимаю. Секунду. Секунду. И тебя я устраиваю. Сходи хоть в зоопар, хоть в парк погулять всю семью. Секунду. Жадина, говядина, пустая шоколадина. Тогда я понимаю, это проектные, во-первых, отношения. Супойся. Я понимаю, да. Что это за детский сад? Во-вторых, говорю, секунду. Какие проектные отношения? Секунду, секунду. Тогда я понимаю, что жена не уважает мужа. Сейчас тут лежат. Ёрничать. 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 В чём неуважение? Я предлагаю тебе. Да ты не любишь, наплевал на жену и на дочку. Ни в коем случае. Только о себе думаешь. Ни в коем случае. Я коплю на квартиру. На себя ты копишь, а не на семью. Это твои доводы. Ой, короче. Это у вас проектные отношения? Я не знаю, подождите. Что он говорит, какие вещи, что у вас нет? Если такая ситуация. Или что там? Ты дурак, что ли? Или у тебя семья от тебя ушла, у тебя жена изменила. Я не могу понять. Ты что, вообще что ли? Ты говоришь, ты уходишь от семьи? Проектные отношения. Воскресный папа. Ты уже с украшкой говорил. Я чувствую себя таким. Я чувствую себя таким. На своё обеспечение беру дочь нашу. Ты можешь свою кубышку. Что ты берёшь со своими обеспечениями? Ты свою кубышку можешь при себе держать. Сдохнет с голода. Да это я сдохну с голодом с тобой. Если я говорю не того, что... Да это я сдохну с голодом, потому что ни синий, ни борщи, ничто не можешь. Спасибо маме твоей. Ты не благодарна, я тебя в декрете готовила, баловала тебя. Лёшки, спасибо тебе большое, что ты меня хоть немножко баловала. Именно какими-то борщами, да щами. Спасибо. Не поднимайте. Всё, вот просто кому-то надо сейчас молчать. Просто кому-то сейчас надо молчать. Просто молчать. Ты прикинь. Он меня, он использует нашу семью. Просто использует. Оль, я в шоке просто. Я просто в шоке. Остановись. Это тихий ужас. Остановись, он посмотрит через неделю фирму и в шоке будет. Он не посмотрит его. Он не посмотрит. До него не дойдёт никогда. Оль, посмотри на меня. Это тихий ужас. Ты будь мудрее. Ужас, просто ужас. Всё, сейчас просто заболчи. Сколько он обидных слов наговорил, сколько он сказал, вообще просто. Оль, всё, это сказано, всё. Да мы друг другу наговорились, сколько слов плохих. Я не за тебя назвала кретин после всего, что ты наговорила нашу семью. Какая-то сказала, народная, сколько можно. Почему мы не можем вдвоём договориться. Ты мама, мама, сестра, сестра, мама, мама. Всё. Есть ты и я, когда мы можем с тобой спокойно решить это всё. Ой, порвала ты хочешь. Спокойно решить. Да вот именно что, даже джинсы купить не могу. Давай я тебе куплю. А мне муж, я хотела, чтобы мне муж любимый купил. Он мне в жизни ничего не покупает. Я тебе куплю. Маму куплю. Если тебе джинсы надо купить. Я тебе куплю. Ещё раз, поедем и купим тебе джинсы. Если ты не хочешь, тебе не будешь. Поедем, тебе купим джинсы. Всё. Хватит меня унижать, ещё раз говорю. Хватит. Ягодь унижали. Всё, прикинь, ягодь. Всё, всё, всё. Всё, всё, Оль, закрывай тему. Беспречно. Вот послушай, тему закрывай. Просто ты будешь вот в таком состоянии. Сука, он, я просто всю нырку собрал. Ой. Всё, спокойно. Я расклеена. Понимаешь, у нас ребёнок, он всё не понимает. Всё, Оль. Конечно, не понимаю. Оля. Я всё понимаю. Вот я отличие, всё понимаю. Зачем ты? Вот я тебе просто говорю, всё. Отходи. Всё, закрывай тему. Хочу сказать, что ты вот там советы просишь. Нам не нужно никто, никакие третьи лица. Хочешь, я даже не буду спрашивать, не буду советоваться с мамой и сестрой. Если для тебя это так, я помню, ты вчера, ты так это затронула. Что, мне тоже сейчас всю свою семью позвать? Я поэтому говорю, это проблема наша. Это касается только нас. Да? Тебя и меня. У нас ребёнок. Мы семья. Я думаю о будущем. И ты обижаешься, что я тебе сказала, Димуль, ну почему ты жадничаешь на жену свою, на ребёнка. А что я должна сказать, любимая? Что ты щедрый. То есть я должна была, вот знаешь, постоянно как бы подыгрывать тебе в это. Мне не надо подыгрывать. Ну подожди, ну ты опять всё в агрессию. Ну если я говорю там за какое-то там за что-то, за те же цветы, за внимание там, ещё за какие-то моменты. Ой. Ну почему ты так это всё воспринимаешь? Ну скажи там, ну вот учись спокойно со мной разговаривать. Столько гадостей друг другу наговорили. Но в основном, Димка, ты. Вот просто то, что я тебе попросила, помоги нам как бы, ну иногда обеспечивай свою семью. Своих девчонок. У тебя, мы твои родные две принцессы. Как понять, иногда обеспечивай свою семью? Как понять, что только я виноват? Как понять то, что мы в одной лодке гребём? Дим, ты вчера, ты помнишь, что ты наговорил? Я помню. Ну Дим, Димуль, тебе напомнить или не надо возвращаться к тому дню? Нет, ты можешь, ты можешь возвратиться, когда хочешь. Дим, я сейчас с тобой разговариваю, как взрослые серьёзные люди. Дим, я не хочу с тобой разругаться. Я не хочу, что ты потом кричал о разводе. Что ты воскресный папа. Что иди к другому. Дим, меня вот эти слова твои ранят, Дима. Вот всё, что есть у меня, это твоё. Всё, что есть у тебя, это тоже моё. Это всё наше, потому что это мы. Это мы семья. Да, естественно. Смотри дальше, какая ситуация. Так. Я предлагаю как. Есть у тебя, есть у меня. Мы каждый месяц это вот так компонуем. Вот всё, что есть. Вот прям вот, знаешь, несмотря ни на что. Вот всё вот так. Вот не знаю. Снимаем с карточек. Снимаем с карточек. Ага. Положили вот. Василиса! Подожди, остановись. Доча! Ну чего это кофе? Нельзя тебе. Уже руку намочила. Ну и что это такое? Ты очень нетерпеливый. Ты нервный. Нельзя так. Ты даже элементарно вот просто каждый день на нервных срывах. Как-то так. Как вот общаться с тобой? Я не знаю. У меня скоро инфаркт будет. Дим, ну в этом не надо винить меня и ребёнка. Это уже в тебе проблема. Это не во мне проблема. Потому что проблема не решается. Потому что проблема элементарная. Да я говорю, подожди, остановись. Ты что, вообще что ли сдурел? Можете правда куда-то уехать, выдохнуть? Я не знаю. Можно? Ты ведёшь себя? А можно? Да езжай, конечно. Жену не водишь с ребёнком никуда. Спасибо, спасибо. Ни по паркам, ни на выходной. Зато ты поедешь. Что, у тебя же проблемы. Ты же устал. Конечно. Конечно, да. Ты разбросал свою семью. Давай вот оттолкнёмся. От чего ты устал, блин? Это вот действительно, я тоже могу так же себя вести, как ты. Оля, ты в себе, ты адеквашка, скажи честно. Вот только что ты говоришь, Дима, вот ты мне задаёшь конкретный чёткий вопрос. Я говорю, подожди. Если ты не Минкод, значит это твои проблемы. Я говорю, подожди. Ты мне говоришь, что мы с тобой решили. Я говорю, я тебе объясняю, ты подожди, подожди. Ну давай подожду. Скажешь, когда вот соберёшься с мыслями, и я тебе по новой заново всё объясню. Хорошо. Мне-то чё? Хватит психовать, хватит вести себя так. Реально уже. Оль, я не хочу затягивать этот момент. Это быстро. Ну говори, говори. Ты всё знаешь, ладно. Я готов тебя выслушать. Я не могу так разговаривать. Ты всё время убегаешь. Ты ведёшь себя как... Нет, я не могу с тобой, потому что ты... Как маленький мальчик. Я не могу с тобой адекватно поговорить, потому что ты... Подожди, подожди. Так ребёнок капризничает. Я нашла ей игрушку, чтобы чем-то её привлечь-увлечь. Ну говори, рассказывай. Игрушка, я положил игрушек к ребёнку. Так она там капризничает в кроватке. Ну рассказывай, что ты решил. Говори, я слышу. Я кофе налив, с ней поговорим. Боже мой. Посмотри. Хорошо. Ты готова слушать меня? Готова. Хорошо. Давай сначала вот скажу в данный момент на то, что есть, а потом уже всё остальное. Давай. Смотри. Допустим, всё, что у нас есть, это всё наше. Всё наше. Допустим, есть вот рекламные возможности. Я предлагаю, смотри, какая ситуация. Я предлагаю их вот так объединить в общие. Да? И допустим, какой-то процент, ну, одну треть от этого всего, допустим, положить на... На карманные расходы. На карманные расходы. Положить на карту. На общую карту, которая будет образно лежать у нас, неважно где, будет на полочке лежать, на кухне будет лежать. Ты пошла в магазин. Допустим, неважно там, купила всё, что нужно купить. Это вот именно будут деньги. А остальная часть, это мы откладываемся бы на квартиру. Тебе именно вот это устраивает. И по поводу второй момент также есть ещё. То, что мы уже накопили, допустим, есть проц... Какое там уже, да, у нас накопление. Я считаю то, что их мы с тобой вкладываем, допустим. Надо только найти банк, допустим, либо, я не знаю, образно там, чтобы на проценты положим. Ну, и что такое? Капризуля. Ой, капризуля. Ну, куда, куда хочешь. Иди сюда. Иди. Ползать будешь? Давай маме серёжку. Нет, да? Иди сюда, смотри. Спать? Спать? Ну, что такое? Спать? Всё, всё, всё. Нет, у меня ребёнок капризничал. Я сейчас не могу разговаривать. Ну, потом поговорим. Я буду спать укладывать. Ну, всё. Всё, давай, давай. Ложись. Где Соса? Подожди, подожди. Где Соса? Ну, вот же было где-то здесь.